В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня старший дознаватель Марина Панова. Добрый день, Марина. У нас сегодня тема самых безответственных водителей и те, которые могут допускать состояние опьянения за рулем. С недавних времен действует статья, которая перевела из административного правонарушения в уголовное. Насколько возымело такое действие на водителя или не возымело? Все правильно. С 1 июля 2015 года в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья 264-1. Это управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, которое было подвергнуто административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Состояние опьянения признается как алкогольное, так и наркотическое. Опьянение, которое устанавливается освидетельствованием на состояние опьянения, либо медицинским освидетельствованием свыше 0,16 промилле. Ну, что такое 0,16 промилле? Вот если выпили чуть меньше 600 грамм водки, уже будет состояние алкогольного опьянения. Пиво и другие алкогольные напитки. То есть встречаются такие граждане, которые говорят, вот я выпил стакан воды, а в этом стакане, наверное, до этого был алкоголь какой-то. Нет, это не будет состояние алкогольного опьянения, именно если человек употребил алкоголь. Поэтому нерадивый водитель, который пытается обмануть, эта мера не имеет успеха. А такие бывают, которые пытаются обманывать, да? Да, которые пытаются обманывать, придумать всякие невылицы, но тем не менее, бывает, что отказываются от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, что также предусмотрено в данной статье за отказ от прохождения на состояние опьянения. Тем самым лицо как бы подтверждает то, что оно находится в состоянии опьянения алкогольного или наркотического уже не важно. То есть отказ – это сразу признание того, что… Признание того, что вы находитесь в состоянии опьянения. Да, да, да. Какие ваши действия будут после отказа? Это не мои действия. Я уже расследую уголовные дела. Это действия сотрудников ДПС, которые собирают первоначально административный материал по данному нарушению, который впоследствии передают нам, например, наш октябрьский отдел для предпринятия решения о возбуждении уголовного дела. За прошлый год было возбуждено 52 уголовных дела в данной категории. Это только по октябрьскому району? Только по октябрьскому району. А вот что бы, если премьерную статистику по всему городу? Ну, к сожалению, я не могу отвечать за весь город. Наверное, примерно умножить на 4? Примерно, да, умножить на 4. И большинство этих дел, практически 100%, они уходят в суд. То есть для принятия решения, для принятия, для вынесения приговора по данной категории дел. И государство, и полиция, и, к счастью, граждане сами достаточно позитивно относятся к этой статье, потому что все понимают, насколько это опасно управление в состоянии объединения, и сам водитель рискует жизнью, и те, кто находится с ним в автомобиле, и что самое ужасное окружающее. Практически 100% результат мы направляем в уголовное дело в суд. С доказыванием практически нет проблем, хотя в большинстве случаев бывает, что водители отказываются, не признают свою вину. Но, тем не менее, есть механизмы процессуальные, которые судом учитываются. И, как я уже сказала, уголовные дела уходят в суд для вынесения приговора по данным делам. Давайте еще раз напомним, какое наказание понесет виновный. От штрафа, этот штраф от 200 до 300 тысяч рублей, до двух лет лишения свободы. Ну, конечно, лишение свободы – это уже, скажем так, максимальная мера наказания. Но штраф достаточно большой – от 200 до 300 тысяч рублей или обязательная работа. Также я хочу сказать, что водители предупредить о том, что административное наказание выносится за управление в состоянии опьянения, водители лишают прав. И некоторые водители хитрят, не сдают данные права в отдел ДПС, считая так, что раз им вынесено наказание, это я еще по административному материалу говорю, например, полтора года лишения водительского удостоверения, вынесено это наказание, если они не сдали право, вот где-то они спрятались, полтора года прошло, нет. Этот срок административный начинает считаться с момента сдачи водительского удостоверения, либо написания заявления о том, что данное удостоверение утеряно. Вот только с этого момента начинает исчисляться вот этот срок примерно полтора года. Ну, я имею в виду, что если суд вынес наказание, полтора года лишения водительского удостоверения. После этого, по истечении полутора лет, как водитель сдал удостоверение, еще год действует запрет, скажем так, ну, запрет он вообще действует на управление состоянием алкогольного пьяния, но вот еще год действует вот эта вот статья нашего уголовного кодекса, то есть это лицо будет считаться подвергнутым административному наказанию. То есть каждый водитель должен понимать, что возможности обмануть практически нет. Марина, вот все же интересно, что говорят, может быть, какие-то нюансы, единичные случаи. Вот вы у них спрашиваете, почему ты выехал, выбросил за руль в состоянии опьянения, что они рассказывают? Самые интересные случаи бывают, когда это лицо говорит, что вообще не находился за рулем. То есть у меня даже был такой случай, что гражданин сказал, что это был не я за рулем, а на тот момент, когда сотрудники ДПС остановили данный автомобиль, подбежали, вернее, автомобиль уже остановился, они подбежали к водительской дверце, он сидел сзади в состоянии алкогольного опьянения и говорил, что это был не я. Даже вот такой был случай. Но опять же, как я сказала, что механизм доказывания достаточно отрегулирован, наказательств нам хватает. Кроме того, на всех автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, которые также являются доказательствами по уголовному делу. Сложности с этим нет. Некоторые водители говорят, или не я была за рулем, или начинают выдумывать, а меня попросили, а я не знала, что я в состоянии алкогольного опьянения. Ну, это преступление умышленное, поэтому если человек выпил, он уже знает, что он выпил или употребил наркотические средства. В любом случае для этого мы проводим медицинское освидетельствование, в том числе и на стационарных постах ДПС оно разрешено, акт составляется освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, или медицинское освидетельствование на наркологическом диспансере проводится. Наверняка есть те, которые не отрицают и говорят правду. Да, был. Почему? Бывает, что выпил, проехал и получилось, и не остановили. И вот эта безнаказанность порождает еще большую в себе уверенность, где-то можно сказать самоуверенность, которая в конечном счете, к счастью, приводит не к ДТП, а к тому, что сотрудники ДПС выявляют такого нерадивого водителя. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем водителям, не стоит садиться в состояние опьянения за роль автомобиля. Вы рискуете как своей жизнью, так и жизни ни в чем не повинных людей, которые вас окружают. Вот вернусь к первому вопросу. Возымела ли данная статья, какое оно влияние оказывает? Стало ли меньше таких водителей, которые употребляют спиртное за рулем? К сожалению, учитывая, что 52 уголовных дела было возбуждено в прошлом году, наверное, не настолько сильно возымела эта статья. Но, опять же, за полтора месяца текущего года у нас возбуждено всего два данных уголовных дела. Может быть, не сразу, но постепенно действие какое-то свое уже производит данная статья уголовного кодекса. Конечно, в прошлом году мы были сами шокированы достаточно таким высоким количеством уголовных дел. Но, опять же, из средств массовой информации мы тоже проводим разъяснительную беседу. Сотрудники ДБС поясняют о том, что так делать нельзя. И это уже не какое-то административное правонарушение, хотя будет плюс и лишение права водительского удостоверения. Но это уже уголовно наказуемое деяние. И правовые последствия после такого уголовно наказуемого деяния уже несколько более тяжелые, чем после административного правонарушения. Вот по вашему мнению, почему водители, может быть, настолько бесстрашны, не боятся на авось, вечный русский авось, надеются? Сколько я допрашивала человек в статусе подозреваемых, достаточно большое количество. Да, все в пьяном состоянии, надеются, что вот проскочат, сотрудники ДБС их не увидят. Но, к счастью, и в ночное время, и в дневное время на наших дорогах достаточно много автопатрулей, которые выявляют данных нерадивых лиц и составляют административные правонарушения. Потом мы возбуждаем уголовные дела. Да, вот казалось бы, наказание все более строже и строже. Рейдов по ночам все больше и больше, а водителей не уменьшается. Может быть, уменьшится. Опять же, я повторюсь, что за полтора месяца всего два уголовного дела было возбуждено. Может быть, все-таки это мир уже имеет свое воздействие. Хотя, вот лично мое мнение, если была бы санкция более тяжелая, например, это же преступление у нас в разряде небольшой тяжести, допустим, если перешло в разряде средней тяжести, может быть, было бы еще меньше данных лиц. Но, опять же, это не мне судить, а законодателю. Спасибо вам большое за беседу. Надеемся, что все-таки водители будут осторожнее и ответственнее за себя, за свою жизнь и за жизнь окружающих. Успехов вам в вашей работе. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была старший дознаватель Марина Панова. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин